Всем привет ребят, с вами Флэш, это обзор дип-блога под названием Жесты и как всегда вначале посмотрим коротенькое видео от самих разработчиков. Итак, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Довели до ума жесты, теперь ими комфортно пользоваться при помощи нового меню жестов, при этом можно не бояться использовать их во время сражений, потому что теперь жесты вас во-первых не разоружают и их можно легко отменить с небольшой задержкой в 0,2 секунды. И теперь разработчики советуют не стесняться махать своим жертвам. Интересный факт, что все жесты сделаны для левой руки, потому что изначально они предназначались для использования при одновременном удержании оружия, которое обычно находится в правой руке. Но потом разработчики поняли, что это немножко ограничивает появление новых жестов, потому что хлопать одной рукой достаточно проблематично. Поддержку воспроизведения старых жестов удалили, потому что их качество уже не соответствовало новым анимациям. Однако новые жесты по-прежнему можно забиндить, используя те же команды, если вдруг вы не хотите использовать колесо жестов. В игру добавили столы для покера, они находятся все в бандитском лагере. Столов несколько видов, есть на 6 игроков, на 4, на 3, даже на 2. Вид покера техасский холдом. Во время игры в покер у вас будет доступ к своему внутреннему покерному чату, также можно использовать свой микрофон. Насколько мне известно, во время игры, чтобы не умереть с голоду за столом, всем участникам после завершения каждого раунда добавляется небольшое количество калорий и воды, кажется по 2 единицы. За этот месяц была проведена серьезная серверная оптимизация. Однорукие бандиты оказались на удивление достаточно популярными в прошлом месяце, поэтому разработчики решили внести некоторые изменения, чтобы сделать игру более интересной. Они перебалансировали шкалу выплат, также немного увеличили шанс выпадения трех одинаковых символов. И еще добавили опцию множителя, чтобы можно было увеличивать свою ставку и приумножать свой выигрыш. На этой неделе был апгрейд до юнити версии 2019-4.22. Хорошие новости для macOS. Во-первых, решили достаточно старую проблему, которая уже больше года. А также повторно включили сборщик мусора, который должен уменьшить задержки. Улучшение карты HEPIS. Во-первых, решили проблему с нехваткой красных карт. А во-вторых, добавили дрон-станцию и столы для покера в город мирных. Наконец-то исправили дрожание, которое старо как сама игра Rust. Улучшения и фиксы в картинках. Теперь кровь можно отключить в настройках игры. Исправление бага хитбокса, а именно не учитывались попадания в суставы. В разделе новостей теперь отображается полное содержание блога. Таймер враждебности сейф-зоны уменьшен с 30 минут до 5. Игроки больше не могут садиться на лошади в тяжелой броне. Снайперская винтовка L96 теперь поддерживает скины. Члены команды теперь могут садиться на технику после покупки. Повышенная отдача у револьвера и пэшки, включая анимацию. Как мы помним, что переход на новую графику HDRP не удался из-за проблем с оптимизацией. Поэтому разработчики приняли решение наоборот все наработки, которые они делали в HDRP, переносить в нашу нынешнюю графику. Спустя большое количество времени разработчики чувствуют, что бэкпорт приближается к своему завершению и уже готов к общественному тестированию. Поэтому в среду, 7 апреля, уже будет открыт публичный доступ к этому бэкпорту HDRP. Он будет доступен для игры на клиенте Rust Staging в Steam, нужно будет выбрать бета-версию AUX 01. Разработчики сразу предупреждают, что будут постоянные вайпы на этом клиенте и они не рекомендуют регулярно играть, по крайней мере до конца месяца. Если тестирование и отзывы окажутся положительными, то они будут стараться выпустить этот бэкпорт уже в четверг 6 мая. Начиная со следующей недели, каждые 24-38 игровых часов будет запускаться пасхальный ивент. Все как всегда, надеваем костюмчик зайчика, берем в руки корзинку и собираем яйца. Потом эти яйца апгрейдим до бронзовых, серебряных и золотых и получаем из них призы вплоть до М249. В этом году из новых предметов к этому ивенту это новая вот такая вот шапочка и новое пасхальное яйцо, на котором расположена новая железнодорожная тележка, которую не так давно добавили. Если кто не знает, то 10 марта произошел очень невриятный случай и сгорел дата-центр, в котором находилось аж целых 25 европейских официальных серверов. К сожалению, все резервные копии серверов Rust были расположены как раз таки в этом одном здании, поэтому все данные после пожара были полностью потеряны и сервера не удалось восстановить. То есть, по сути, произошел фулл вайп. Самое обидное, что это произошло через неделю после глобального вайпа. Я представляю, что творилось с игроками, потому что все-таки это официалка и разработчики искренне просят прощения за этот случай. Но, как говорится, нет худа без добра, теперь разработчики делают резервные копии всех серверов, хранят их в разных местах и они очень сильно надеются, что подобного больше не произойдет. Начиная с сегодня и до 8 апреля стартует очередной Twitch Drops, скины, которые вы можете получить за просмотр стрима перед вами и, собственно, название стримеров, которых нужно смотреть. В конце, как всегда, ченжлок из интересного уменьшено количество ткани, которые вы добываете с трупов NPC. И уточнение по сейф-зоне, уменьшена длительность враждебности, когда по вам попадает именно турель с 30 до 5 минут. На этом все, ребятки. Как всегда, напоминаю, если вы устали от обычного роста и хотите на него взглянуть, совершенно другой стороны, у меня есть свой мирный сервер, где вас никто никогда не убьет и не зарейдит без вашего согласия. Где вы можете спокойно тестировать обнову, строить, общаться, там свое уникальное комьюнити. Все ссылки, как всегда, есть в описании под любым моим видео, под этом в том числе. Поэтому увидимся с вами в следующем видео. С вами был Flash. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...